Всем привет! Сегодняшнее видео будет про то, как я устраивался в компанию, в которой сейчас работаю. Название компании говорить не буду. Скажу единственное, что компания греческая. Уже имея опыт в должности третьего механика около 10 контрактов, я решил поменять компанию по некоторым причинам. В предыдущей компании я работал с 2010 года. В общем, расскажу сейчас, как устраивался. Филиал находится в Новороссийске. Приезжаю по адресу с документами. Меня отправили в зам директора, так как директора на месте не было. Пообщался с замом. Условия меня устроили, все согласовали. Подошел к менеджеру. Менеджер сделал копии документов. На электронную почту мне отправили бланк анкеты, который нужно было заполнить. По приезду домой заполнил анкету, отправил менеджеру. На следующий день менеджер отправил в головной офис. И буквально через пару часов, может, меньше, меня утвердили. Следующее мне назначили собеседование по скайпу. Супер-летендант. Назначенное время со мной связались. Собеседование проходило дома. Происходило примерно все так. Сначала познакомились. Потом Супер-летендант начал задавать вопросы. Сколько контрактов я отработал в должности третьего механика. На каких главных двигателях я работал. На каких дизель-генераторах я работал. Делал ли я моточистки дизель-генератором. Я ему сказал, что очень много раз делал. И один раз меняли колледвал. Он посмеялся. Сказал, что вопросов по движкам не имею. Затем начал спрашивать про сепараторы. На каких типах работал. Я снова перечислил все марки. Потом начал спрашивать про булькировки. Участвовал я или нет. Как все это происходит. Знаю я, как это делается или нет. Я ему ответил, что в предыдущей компании это были обязанности третьего механика. И делал это очень много раз. Следующий вопрос был, знаю я, как доставать поршень на главном двигателе. И участвовал ли я вообще в этом процессе. Ответил я ему все как есть. Опыт имеется. А вверху ли около 10 поршней. Примерно так. Следующие вопросы были такие. Про семью спросил. Поскольку месяцев я работаю. Поскольку отдыхаю. Ну и что-то еще. После того, как пообщались. Последний вопрос был такой. Он меня спрашивает. Готов ли я пойти в должности второго механика. Ну я ему твердо и уверенно ответил. Да, конечно готов. Но он сразу же ответил, что все отлично. У меня вопросов никаких больше нет. Дальше с вами свяжется менеджер. Все объяснит, что будет дальше. По скайпу все закончилось. Весь разговор естественно был на английском языке. Дальше я ждал, когда мне позвонит менеджер. Скажет, что дальше делать. Примерно дня через три со мной связался менеджер. Говорит, нужно делать визу и ехать в Грецию. Ну я поехал в визовый центр. Начал делать визу в Грецию. После того, как виза уже была готова. И сказал менеджеру, что все готово. Связались за греками. Греки сказали, нужно при себе иметь все документы. И чемодан скорее всего после Греции поеду на пароход. Буквально через пару дней мне заказывают билеты в Грецию. Прилетаю. Меня встречает агент в аэропорту. Отвозит в гостиницу и показывает, где находится офис. Компания находилась буквально в двух-трех километрах от гостиницы. Ну и сказал, что прийти в компанию завтра утром. Прихожу в компанию. На ресепшене меня записали. Нашел своего менеджера. Спросил вообще, что меня ожидает. Мне сказали, что нужно пройти тесты компаний. Изучить политику компаний. Пройти несколько курсов. И пройти собеседование. Если все проходит, то едете на пароход. Сразу же меня отвели на этаж, где это все происходит. И посадили проходить тесты. Тесты проходил около недели. Спустя неделю все тесты и курсы были пройдены. Всю вторую неделю я занимался на машинном тренажере. В конце недели также прошел тест. Третью неделю сидел на курсах и лекциях каких-то. После того, как я все закончил, меня отправили на собеседование устное. Сразу скажу, длилось оно часа полтора. Вопросов было очень много. Сейчас постараюсь перечислить те вопросы, которые мне задавали. Все естественно было на английском языке. Сначала знакомство. Затем, на каких пароходах работал. Сколько лет в компании. В каких компаниях работал. Какие пароходы были в компании. Ну, в общем, ерунду всякую. Потом пошли профессиональные уже вопросы. Как опрессовать форсунку главного двигателя? Одно за другим. Мои действия. Какие мои действия, если загорелись под поршневые вланы? Почему вообще загораются под поршневые? Как делать инспекцию поршней и ресивера? Как замерять и проверять кольца на поршне? Каким должна быть голова поршня? После этих вопросов он начал спрашивать про сепаратор. Как определить, что сепаратор полил? Что делаешь, когда перебираешь сепаратор? Что такое гравити диск и для чего он нужен? Если сепаратор полил по гравити диску, что нужно делать? Как определить, какой сервис нужно делать в сепаратор? Потом спросил, что такое секаэрия? Какая температура должна быть на входе в сепаратор? Какую производительность нужно держать на сепараторе? И как ее вычислить? Какую температуру нужно держать в сеттлинг и сервис танка? Затем начал спрашивать про опреснитель. Как часто нужно химический опреснитель? Какой химии нужно химичить? Как нужно химичить опреснитель? Какую химию нужно добавлять в опреснитель? Когда он работает? Ну и какие параметры смотришь, когда делаешь обход на опреснитель? Потом спрашивал, как часто делаем в сепаратуре инспекцию? Что делаете? Что проверяете? Спросил, как запустить аварийный дизель-генератор? Как запустить аварийный компрессор? Как запустить шлюпку? И что в шлюпке необходимо проверять? Еще спрашивал, делал ли я верхолы главному или нет? Делал я моточистки движкам? На каких движках работал? Спрашивал, как выставить зазоры на движках? Как определить, где находятся выхлопные и впускные клапаны на движках? Как изменить угол опережения топлива? Какие причины могут быть, если на одном из цилиндров температура выше? Что необходимо сделать? Как определить и что является этому причиной? Спросил, какие защиты есть на движках? Спросил, как приготовить грузовую систему? Степ-бай-степ, спрашивал перед пуском главного двигателя, какой насос обязательно должен работать? С какими национальностями я работал? С кем лучше работать? Как строить планы на работу на всю неделю, на месяц? Вопрос еще был такой, что делать, если в машинном отделении все исправно и все работает? Как переходить с одного топлива на другое? Где можно пользоваться ОВС? Что я знаю про аварийное осушение машинного отделения? Вопрос был еще причиной, почему высокие температуры после турбины на главном двигателе и на движках? Что такое композитный котел? Работал я с композитным котлом или нет? Это те вопросы, которые я сейчас так вспомнил на скидку Ответил я практически на все Если на те вопросы, на которые начинал троить Говорил, не помню, но нужно смотреть в мануале Или когда на пароходе, то уже тогда вспомню А так точно сейчас сказать не могу, затрудняюсь ответить Потом, после того, как все прошло, подошел к менеджеру Сказал, все прошло Он мне сказал название парохода И когда посадка? Сказал, что посадка дней будет через 7-10 Где ты хочешь, типа, ждать пароход? Здесь, в Греции, в гостинице? Либо поедешь домой? Ну, я, естественно, ответил, что поеду домой В тот же день я полетел домой Около недели, может, чуть больше недели Посидел дома Мне заказали билеты Я полетел на пароход в Сингапур Ну, и сейчас я работаю на этом танкере Ну, так происходило устройство в компанию Надеюсь, многим это видео будет полезно Будете знать, какие вопросы задают на собеседовании При устройстве Ну, на этом все Всем пока Удачи!